всем привет меня зовут сергей ослендер вы на моем канале мы продолжаем говорить с вами о войне израиля с хамасом сегодня идет 18 день войны вот ощущение что уже прошел целый год как будто бы но продолжаем пока говорить об этих вещах и сегодня не будет привычной сводки сегодня мы с вами попробуем разобраться как же собственно так получилось что хамас сумел такими силами прорваться на территорию израиля и контролировать часть этой территории контролировать десятки населенных пунктов в течение достаточно продолжительного времени в течение долгих часов как минимум не забывайте что эту сводку всегда можно поддержать лайком подпиской комментарием это очень важно распространять сейчас информацию потому что по миру ширится вот это про хамасовская пропалестинская пропаганда и мы все участвуем в том числе и в информационной войне можно задонатить это тоже важно бусти патреон ссылки на них находятся в описании и супер спасибо кнопочка супер спасибо где-то вот здесь она находится это такое сердечко с доллар ну я не буду вдаваться долго в историю палестины израильского конфликта скажу лишь только что вот мировая прости господи общественность да и мировая дипломатия почему-то за точку отчета принимает 1967 год события шестидневной войны когда израиль захватил иудею и самарию западный берег то что называется и сектор газа точка отчета лежит в 1948 году когда в соответствии с решением лиги наций британской палестине должны были быть созданы два государства арабская и еврейская арабская было вдвое больше по территории чем еврейская евреи дисциплинированно выполнили это решение провозгласив независимость своего государства арабы вместо того чтобы создать свое напали на израиль на вновь созданное еврейское государство началась война за независимость которая в тех или иных видах продолжается вот по сегодняшний собственно день и тогда же египет оккупировал сектор газа а иордания оккупировала западный берег или иудею и самарию и никто там не почесался создавать палестинское государство таких разборов полно в сети можете поискать там посмотреть есть очень такие внятные объяснения что это вообще за за конфликт откуда берутся его корни что касается сектора газа любые разговоры об оккупации сектора газа нерелевантны абсолютно в 2005 году израиль вывел свои войска из сектора газа и вы эвакуировал оттуда еврейские поселения эвакуация в ушкотифову можете погуглить такую историю в одностороннем порядке так называлось одностороннее размежевание это была ошибка номер один что касается сектора газа не вывод войск и поселений а то что мы никому не делегировали ответственность за эту территорию кто ее будет администрировать там по и существовали структуры фатха то вот та правящая как бы партия которая сейчас правит в палестинской автономии и там же был хамас который незадолго до этого выиграл с треском причем выборы в палестинской автономии их результаты аннулировали выборы больше там не проводились но хамас убедился в том что он популярен на палестинской улице 2006 году не 2007 прошу прощения хамас совершил переворот секторе газа захватил там власть перебив там всех представителей фатха и с тех пор вот он на этой территории укрепился и там находится в каком-то смысле израильские власти тогдашние решили что это хорошо это полностью аннулирует идею создания палестинского государства как его можно создать если вот тут хамас а вот здесь палестинской автономии как вообще его можно теперь создавать же два государства создавать и в итоге в общем короче говоря историю то начали спускать на тормозах оттуда постепенно начали прилетать ракеты по нашим городам вот начал подвергаться таким регулярным и постоянным обстрелом город с дирот на юге который вот был в частности практически захвачен террористами в первый день войны и это была ошибка номер два мы после первой же ракеты прилетевший в израильский населенный пункт нужно было заходить и чистить этот гнойник вообще до упор но решили что мы будем бороться не с болезнью а с ее симптомами разработали железный купол укрепили границу укрепили там присутствие свое на границе и вот таким образом вот положились на технологии и вот это было следующее очень серьезная ошибка дальше вся эта ситуация так не шатка не валка развивалась хамас укреплялся мы воевали с ними десять раз то есть у нас было 10 военных компаний начиная с 2005 года сектором газа да мы постепенно ликвидировали различные опасности вот железный купол против ракет армия против прорывов стена которая уходила в том числе под землю против туннелей мы решили что все вот но больше уже у них не осталось никакого такого креатива чем они могут нас собственно достать мы очень положились на технологии и это было вот фатальная ошибка номер три как выглядела вообще стена на границе с сектором газа вот эти вот инженерные пограничные заграждения в технологическом смысле это было абсолютно вот просто что-то невероятное нигде такого в мире больше нет там действительно камеры аэростаты наблюдения радары пункты наблюдения где стоят в том числе дистанционно стояли дистанционно управляемые пулеметные установки с крупнокалиберными пулеметами это вижу стреляю называется эта система там круглосуточное наблюдение действительно там ни один человек к забору приблизиться не мог за две недели до начала войны у забора проходили беспорядки хамас значит требовал якобы увеличение там квот на рабочую силу которая приходит нам из сектора газа там перевода катарских денег и так далее так далее вообще по мне это была разведка боя то есть они изучали как мы реагируем вот на приближение к забору усыпляли таким образом нашу бдительность вообще в израильском истеблишменте в израильской власти преобладала концепция не преобладала собственно вот она была то по сути единственный существовавший которая заключалась в том что хамас этот теперь суверен в секторе газа это власть они теперь отвечают за два с лишним миллиона человек им нужно заботиться об этих людях их нужно кормить поить обеспечивать их там жизненные потребности электричество вода канализация в общем хамас теперь такой домовой комитет с террористическим уклоном к тому же там есть такая группировка исландский джихад две последние военные компании мы воевали с ними хамас не участвовал даже ущерб своей репутации таким образом исландский джихад играл роль плохого следователя а хамас ну условно хорошего да и таким образом они усыпляли нашу бдительность буквально что вот вы нам только дайте денег увеличьте квоты на рабочих и все будет хорошо мы будем себя хорошо вести и вот таким образом они как я уже сказал усыпляли нашу бдительность вообще вся эта операция планировалась как мне представляется долгие годы и она не то что планировать она и проводилась долгий год последние полтора два года в иудее и самаре на территории палестинской автономии было такое очевидное напряжение там шли бесконечные контртеррористические операции там бои в джинине боев схеме и так далее как я убежден в том что это была часть плана наш фокус переключили на вот иудею и самарию а с газой все спокойно там есть граница там есть стена там все под наблюдением хамасу нужны деньги и вроде как он ничего такого не выкинет и даже бесконечные учения террористов в газе которые включали в себя штурм израильских поселений штурм израильских укрепленных пунктов и баз быстрая переброска больших масс боевиков с помощью пикапов в разные как бы части маневр и так далее мы все это воспринимали ну как бы со смехом ну чё там эти бармалеи что они там такого могут сделать пусть развлекаются на самом деле они тренировались они тренировались они увеличивали свой боевой потенциал часть их боевиков была переправлена в сирию в частности и другие страны где они проходили подготовку стон в том числе с помощью иностранных инструкторов скорее всего иранских вообще всю эту операцию глубочайшим образом убежден планировали в каком-то генеральном штабе вероятнее всего в иранском то есть люди которые вот заканчивали военные академии то есть на уровне хамаса такую операцию спланировать и провести только силами хамаса было бы невозможно теперь собственно военной стороне проблемы да у нас есть технологии у нас есть стена непроницаемая абсолютно муха реально не пролетит чтобы ее не заметили и мы как бы совершенно успокоились но из истории военного искусства мы знаем что любая статичная оборона какая бы она ни была крутая укрепленная всегда будет прорвана за ней должны располагаться войска и вроде бы они там располагались не знаю какому умнику пришло в голову расположить штаб дивизии газа в паре километров от границы штаб дивизии но вот он располагался именно там там были укрепленные посты там были группы быстрого реагирования и считалось что если произойдет какой-то прорыв то его легко смогут купировать уже никто не понимал и не предполагал что этот прорыв произойдет на всей линии границы в десятках мест буквально 6 октября то есть за день до была оценка ситуации в нашей системе безопасности и были сведения о том что завтра палестинцы то есть хамас что-то такое может предпринять но считалось что они попытаются в одном месте где-то прорвать границу поэтому были переданы соответствующие предупреждения шабак это наш служба безопасности отправил свою такую спецкоманду такила называется на юг с целью вот если что купировать прорыв вот но никто не ожидал что это будет вот в таком массированном режиме было раннее утро субботы это был еще праздничный день на базах было мало людей и палестинцы то есть хамас в данном случае атаковали на всем протяжении границы по всему ее периметру буквально что они сделали они вывели из строя вот эту систему наблюдений это была комбинированная атака снайперы стреляли по камерам через которые вот эти девочки наблюдательницы которых очень много кстати погибло смотрят и наблюдают за линии границы коптеры сбрасывали вот эти бомбочки вот он опыт украинской войны на системы наблюдений на вот эти дистанционно пулеметные установки дистанционно управляемый которые были выведены из строя практически полностью дальше на протяжении огромного участка границы они просто повалили забор бульдозерами и пошли в атаку вглубь израильской территории в разных направлениях первое что они сделали это захватили штаб дивизии газа понимая что у нас руководство в армии она вертикальная да никак у них то есть они сразу захватили штаб дивизии который отвечает за оборону в этом секторе плюс к этому прибавилось вероятнее всего кибератака либо атака средствами радиоэлектронной борьбы они вывели из строя связь то есть девочки наблюдательницы пытались там достучаться до генерального штаба 630 утра все спят никто не понимает что происходит солдат убивали прямо в постели вот буквально не погибли в нижнем белье потому что в армии из по какой-то причине не объявили заранее тревогу не привели в боевую готовность части те самые группы быстрого реагирования которые есть на каждой армейской базе китатку минут называется на иврите они были просто задавлены численностью вот китатку минут которая защищала штаб дивизии газа на погибла почти целиком пытаясь остановить атаку боевиков но штаб дивизии был атакован сотнями хорошо подготовленных боевиков в авангарде шел вот этот спецназ ну одновременно была атака по воздуху с помощью пара планеристов и по морю они пытались проникнуть в израиль вот морскую атаку удалось отбить есть такое подразделение снапир называется это подразделение военно-морских сил ну такие мобильные группы на лодках таких вот быстро ходных и на катерах и вот они каким-то чудом оказались в море да то есть быстро сообразили что происходит есть видео на эту тему где они отбивают вот эту атаку с моря боевики собирались высадиться в ашкелоне это самый большой город вот на юге если бы им это удалось то я не представляю что бы могло произойти дальше вот в эти проломы хлынула куча жителей газа условных которые тоже принимали участие в погромах убийствах в грабежах в захвате заложников и так далее в армии не сразу поняли что происходит управление было утрачено потому что валом поступали сообщения отовсюду об атаках а захватах о тяжелом бое там а тяжелом бои здесь да люди звонили люди там сообщали по армейской связи все это породило такой хаос в управлении и только к обеду 7 числа стало понятно что вообще происходит у меня вообще такая мысль есть что если бы террористы не увлеклись вот этой резней в кибуцах на юге а действовали бы вот как военная сила до подготовленная мобильная быстроходная они бы могли реально дойти до бершевы на юге это самый крупный город юг и до тель-авива на север я вот в этом глубочайшим образом убежден и еще один момент важный нужно отметить что там где им оказывали организованное или более менее организованное сопротивление даже силами отрядов самообороны в кибуцах они понесли огромные потери и успеха не добились то есть они конечно готовились но регулярной армии подготовленным военным они все-таки уступают что тут еще можно добавить ко всей этой истории вот к вечеру 7 числа только стали понятны масштабы вообще прорыва какое количество боевиков армия начала перебрасывать силы ввс тоже находились не в режиме вот максимальной боевой готовности первая пара вертолетов apache появилась спустя несколько часов вертолетчики тогда очень много сделали но вертолетам нужны целе указаний нужен приказ да вот у нас спрашивают почему вашего крутые ввс не пришли на помощь но ввс нужно сказать куда лететь и кого бомбить и поэтому вертолетчики многие действовали на свой страх и риск они летели визуально обнаруживали группы боевиков уничтожали их с воздуха расстреливали боекомплект возвращались на базу заправлялись на базе не хватало техника в субботнее утро еще раз говорю то есть в этом смысле был конечно полный абсолютный провал и разведки которая недооценила степень угрозы и системы управления и системы боевой готовности в армии и в общем короче говоря по всем уровням страну в каком-то смысле спас вот этот массовый героизм отдельных военных отрядов самообороны в кибуцах которые оттянули на себя силы боевиков полицейских которые вели бой с террористами в том же здоровье с пистолетами против пулеметов и так далее у нас 56 погибших полицейских таких потерь израильская полиция не несла не знаю за прошедшие на 20 лет примерно то есть огромное количество и больше 300 погибших военнослужащих таких потерь а все они практически и полицейские и гражданские и военные все погибли в первые сутки вторжения то есть таких единовременных потерь не было никогда истории израиль даже во время войны судного дня с учетом вот и ее масштабов и масштабов вторжения я полагаю что после войны конечно об этом уже сейчас очень много говорят будет создана государственная комиссия которая будет расследовать причины этого права и будут не просто искать виновных козлов отпущен а будут выяснять где на каком этапе система дала такой чудовищный сбой который привел вот таким кошмарным абсолютно последствий но до создания комиссии еще далеко мы сейчас готовимся к наземной операции в секторе газа вот о ее ходе конечно тоже буду рассказывать когда она начнется я не знаю специально спрашивают когда когда почему тяните почему медлите это не тянем и не медли мы готовимся это будет очень серьезная война которая быстро не закончится спасибо что смотрите мои видео призываю вас еще раз их поддерживать это очень важно распространяйте рассказывайте всем мы ведем войну с абсолютным злом вот в чем смысл этой войны и мы хамас конечно победим а там посмотрим что со всей этой территории делать ответ на этот вопрос тоже очень важен тоже сейчас активно обсуждается еще раз спасибо всем пока спасибо